Всем доброе утро. Если оно доброе. Что-то у нас сегодня опять облачно. Вчера такой хороший был солнечный день. А сегодня снова облачно. Ему полозавтракает. Уже поела и играет с травой. Но на камеру этого делать не хочет. Как всегда. Пока я не взяла телефон в руки, она тут и грызла травку. Игралась травка. Повезло только Риллс как-то заснять. Ну что, показываю погоду. Вот именно сейчас от длинного солнышка. А так целый вечер, целый день, целое утро. Что-то такое полдвенадцатого. Вот так облачно. Там вдалеке даже не видно океана. И вот такая серость и унылость. Серость и унылость. Ну выгнула солнышко. Может что раз погодится, есть шанс. Там, видите, вообще все серое. Естественно, от этой погоды хочется спать. Очень хочется спать. Еще как я не высыпаюсь. Так, и прекрасный куст у соседей. Красавица ты моя. Ты моя красавица. Солнышко взглянуло. Так, вот так заворачиваю шторку, чтобы было побольше солнца в комнате. А, ну не всегда она у меня хочет заворачиваться, е-мое. Заворачивайся, я. Я уже по-испански говорю, я. Красавица. Можно на тебя смотреть вечно с этим кустом травы. Да, красотка? А я сегодня в расстроенных чувствах. Валерия меня расстроила. Валерия! Что мне делать? Сейчас буду плакать. Ладно, держусь. Держусь! Я поеду в Беларусь. Потому что здесь Испания, это долгая песня. Я к тому, чтобы пройти какое-то обследование, МРТ. Не знаю. Мы все равно планировали летом или осенью ехать в Беларусь. Я думаю, это будет быстрее мне там сделать платное МРТ. Но я знаю, что тоже там это сложновато. Надо направление. Без направления не делают. Вот. И там тоже очередь. Ну, два месяца. Я думаю, можешь как-то записаться через дочку. Сейчас села в интернет искать информацию за это МРТ, где можно пройти платно. Я помню, два года назад где-то 200 евро стоило это удовольствие в Беларуси. Здесь понятно, что это будет намного дороже. Ну, по крайней мере, это будет быстрее, чем здесь мне в Испании ждать год. И то еще не факт, что мне дадут это МРТ. Потому что здесь, ну, не хотят вообще обследовать. Ну, я не скажу, что в Беларуси хотят обследовать. То есть, если ты не будешь настаивать, что тебе болит, что тебе плохо, тогда, может, дадут какие-то направления. Вот. Поэтому нет. Ждать я не могу столько времени. Надо что-то с этим делать. И мы хотели поехать в июне вообще планировали. У мужа будет отпуск. Мы планировали в Беларусь ехать. Потом резко планы поменялись. Что-то он сказал, что не хочу в Беларусь. Я уже там много раз был. Поедем в какую-нибудь Европу. Короче, думали-думали, куда ехать. В итоге решили ехать в Словению. Он уже даже разработал маршрут. Как ехать, что. Билеты. Где будем ночевать. Ну, вроде, человеку было чем занято, называется. Вот. И потом мы перейдем ехать в Словению. Что-то ему так хотелось в Словении побывать. Ну, мой муж любит вообще такой вот отдых. Там, где красивая природа. Там, где реки, озера. Вот такое он любит. Вот. И от его работы вообще, от Тиберии. То есть, у него там билеты можно купить за 3 копейки. И можно поехать в любую точку мира. Можно и поехать и в Азию. Там, и в Таиланд. Там, куда-то. Вот эти все страны. Я даже, не знаю. В Индонезию, да. В Доминикану. То есть, на Кубу. И билеты будут стоить недорого. И я бы хотела поехать, например, в ту же Доминикану или на Кубу. Но, из-за того, все равно очень хочется по Европе покататься. Короче, выбор большой. И в итоге надо ехать в Беларусь. Потому что я в любом случае хотела ехать в Беларусь. Мне надо разбираться с документами, с наследством. Надо пройти обследование. Короче, я надеюсь, что я смогу там пройти обследование. И в любом случае это будет намного дешевле нам там находиться, чем ехать куда-то по Европе отдыхать. Вот. Так что, скорее всего, поедем в Беларусь. Я надеюсь. И у меня сегодня отменилась работа. Я встала где-то в полдевятую, проснулась. Вообще-то, мне опять... Мне нельзя вечером спать. И я еще чай попила. Вот. Все. Короче, бессонница мне обеспечена. Я до трех часов не могла заснуть. Трех ночи. Крутилась, вертелась. В итоге пригрелась, заснула. И в итоге что? Я шесть часов поспала. Даже три плюс... Три плюс шесть дней. Даже, может, пять с половиной. Да? И, короче, чувствуешь, что такая разбитая такая какая-то... Еще плюс такая погода, да? Какая-то, короче... Не в ресурсе. Не в ресурсе. И все врачи говорят, что очень полезен сон именно с десяти вечера. Но с десяти вечера я никогда не укладывалась спать. Максимум с двенадцати, да? Я вообще по своей природе сова. Люблю поздно ложиться спать. Но двенадцать в час, наверное, для меня это идеальное время ложиться спать. Но никак ни в два, ни в три. Вот. Так что, короче, я сегодня дома. Уже должна была выходить. Но прочитала сообщение, что работа отменилась. И села, посмотрела все свои блоги, еще куда завтракала. Сегодняшний блог, там, вчерашний блог посмотрела. Вот сейчас еще сяду, еще одного блогера посмотрю. И думала, чем заниматься полезным. Взяла в руки книжку, называется. Остается только ее открыть эту книжку. Вот, думаю, чтоб не бездельничать. Смотрите, у меня есть такая вот грамматика сфанского языка. Это я еще, когда сдавала тесты на поступление, покупала. И что вы думаете? Я ее вот так открываю. Страничку. О, кстати, фотографии. Прикольно. Фотография моя. Здесь мне было сколько? Сколько лет? Семнадцать лет мне здесь. Это где-то после десятого класса. Даже шестнадцать, наверное. Видите, какая я была. Стройная, красивая девочка. В поезде. Это случайно здесь фотография оказалась. Не подумайте. Так что да, вот надо взять себя в руки. Я вот начинаю читать. И потом резко это все закрываю. Но вот думаю, ну хотя бы вот по страничке в день. Вот по страничке в день. Это я переводила раньше каждое слово, вот когда готовилась. Переводила себе каждое слово. Все. Короче, не лениться. Не бездельничать. А то уже час сижу в телефоне, в инстаграме, на ютубе. Загрузила новое видео. Шортс. Это с того места, где я езжу на работу. Там очень красиво такое место. Туристическое. Так что надо браться и учиться. Так. И здесь еще, помните, мне вот эту книжечку подарили? Книжечку. Ежедневник. Вот эта картинка такая. Это нарисованная картинка. Но это как бы как копия. Но вообще это художник нарисовал. И смотрите, я долго думала, под что ж мне ее определить. Да, он был. Под что ж мне ее определить. Вот. И я в итоге решила, думала, дневник пускай будет, может, какой-то. И я решила, вот, смотрите. Мои цели и достижения. Мои цели и достижения. Сейчас поделюсь с вами своими целями. Смотрите. Мои ближайшие цели. Вот. Смотрите, я насмотрелась этого психолога. Что энергию нам не дают просто так, а дают под цели. И вот. Так. Ничего не видно. Это я еще подписала 15 марта. Так. Вот моя первая цель. Набрать тысячу подписчиков. Еще не набрала. Зарабатывать месяц 1500 евро. Еще тоже не зарабатываю, но начала что-то зарабатывать. Смотрите. Проработать. Так. Пошла к свету. А то солнце есть. А то не есть солнце. А то нет. Пойдем к свету. Здесь будет лучше видно. Так. Третья цель. Проработать грамматику испанского языка. За целый месяц ни разу не открыла. Продолжить изучение английского языка. За целый месяц ни разу не открыла. Записаться на курсы плавания. Я иду к этому. Я иду к этому. Купальни купила. Может быть сегодня дойду. Так. Заниматься пилатесом. Вообще никак. Вообще чуть-то даже в это направление. Один раз посмотрела видео и закрыла. Делать зарядку для шеи. Но это еще делаю. Это еще два раза в неделю делаю. Смотреть психологические видео на ютубе. На планете здоровья. Так. Это тоже. Ну я смотрю релаксация. Но вот именно по развитию ничего не делаю. Найти работу. Нашла. Она меня сама нашла. Но временная работа. Но нашлась. И десятая цель. Съездить в Беларусь. Видите. Вот моих 10 целей. Месяц назад я их написала. Но из них хорошо, что если я одну-две делаю. Вот такая я лентяйка. Так. А дальше я законспектировала одно видео от этого психолога. Думала, буду и остальные конспектировать. Но больше не делала этого. Вот. Невроз. Когда у тебя нет сил. Когда ты не в ресурсе. Когда у тебя упадок сил. То есть ты оцениваешь свое состояние от нуля до семи. Зоны роста. Второй пункт получается. Что вот нам нужна зона роста. То есть должны какие-то цели прописаны. К чему стремиться. Вот видите. Я прописала эти цели. В итоге к ним не стремлюсь. Потихонечку. Потихонечку. Семи мильными шагами называется. Третий пункт. Проработка должностования. Значит должно быть не так, что я должна. А должно быть. Я хочу. Мне важно. Я могу. Это я в голове часто прорабатываю. Когда вот не могу дышать. У меня так начинается какая-то задышка. А я тогда вот это в голове говорю. И меня отпускает. То есть превращать свои достижения в ценности. Не говорить, что я вот там что-то мало сделал. А все, что не сделал, хвалить себя. И говорить, какой я молодец. Так. Обесценивание проблем. То есть не говорить, что как все плохо. Все ужасно. Ну есть проблема. Ну ничего страшного. Смещать фокус внимания. Самой проблемы. На ваше желание. Меньше концентрироваться на самой проблеме. Так. Довольствоваться деятельностью, которой вы занимаетесь. Значит положительно оценивать любые свои действия, которые вы совершаете. В сторону своего управления своими делами. Так, короче. Положительно оценивать свои. Положительно оценивать любые свои действия. То есть все, что вы не делаете, должно вам нравиться. И говорите, что мне это нравится. И шестой пункт. Энергичность. То есть использовать лесный ресурс для повышения собственной энергии. Значит голосом самому себя можно так вот взбодрить. И сказать. Как я хочу пойти поработать. Прямо сейчас. Или как я хочу пойти. Вот даже сейчас это говорю. Как я хочу пойти приготовить покушать. Ха-ха-ха. И ты уже сразу наполняешься положительной энергией. Видите? Повышение энергетики при повышении голоса. Так. Ну и тут релаксации. Активная, пассивная релаксация. Активная это там на мышцы. И пассивная. Лежишь и балдеешь. И еще такое выражение. Заслабленное тело нервничать не может. И сделала такой смалик. И все. И на этом мои записи закончились. Да. Меня хватило на одно видео. А к чему это я? Что мы часто находимся в каком-то таком луне. И не у меня. Вот какой-то период начался затяжной. Я знаю причину этого всего. То есть опять начались мои вот эти внутренние проблемы. Что я же такая хорошая. Меня не ценят. Ля-ля-ля. Короче включилась новая жертва. И вот вчера увидела видео на ютубе. Сказать коллеги по ютубу. Виктория Хрупкая. Хрупкая, да? Виктория. Это о том, что нас терзают. Нас терзают всякие силы. Я не хочу называть кто и что. Но вы представляете, что есть сила добра и зла. И вот эти силы зла периодически к нам подпитываются. И нашу энергию сосуд. Скажем так. Немножко в теме вот этого саморазвития. Энергетического роста. Какого-то такого. Знают про существование этих маятников. Которые ты попадаешь. И они тоже у тебя туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И ты эту мысль крутишь-крутишь. И не находишь выхода из положения. Выход из положения, конечно же, это позитив. Радость жизни. Но не всегда нам получается быть позитивными и радостными. Так вот, для меня, лично для меня. Я вот посмотрела ее вчера видео. Она так красиво об этом, обо всем рассказывала. О том, о чем я знаю. Но удобно же это забыть. И делать вид, что этого не существует. И как-то, ну как бы кажется, вот какой-то период времени прошел. И типа я уже на другом этапе. Ну нет, нифига, ты не на другом этапе. То есть ты по кругу, по кругу все равно эти проблемы повторяются. Наверное, так и устроена жизнь, что не может быть все время хорошо. Что все равно Вселенная нам периодически подкидывает какие-нибудь такие, да, трудности. Какие-то такие переживания. Чтобы мы росли в духовном плане, энергетически. И старались делать какую-то работу над собой. Так вот, я даже сейчас пока снимала видео. У меня уже самое смешное стало. Вот реально, реально наполнилась энергией. Что я сказала, как я хочу пойти работать. Это реально работает. Я сейчас увидела основную грамматику. И такая думала, как я хочу взять и грамматику поучить испанского языка. Как я люблю это делать. Как я хочу говорить по-испански хорошо и грамотно. То есть я говорю, но я делаю много ошибок. Если там вот эти времена, там сослагательное, повелительное, наклонительное. Короче, я окончание не знаю, как правильно ставить. И я использую в основном три времени. Это настоящее, там, одно из прошедших и одно из будущих, грубо говоря. Вот, а там порядка 12 времен в испанском языке. Вот представьте. И я ими не пользуюсь. Так вот, как я хочу пойти и поучить грамматику испанского языка. Так что да, прямо сейчас сажусь и начинаю учить. Вот реально, хоть по страничке две, вот хотя бы тему в день. Там уже буквально 60 страниц. Мне на два месяца вот так. Все. Вам обещаю, что буду по две страницы в день садиться и это делать. Вот реально столько времени уходит вот впустую, на инстаграм, на фейсбук. Там часами зависаешь. Если ты только начнешь смотреть какое-то одно Reels, все. Как минимум на полчаса тебя нету. Одно, второе, третье, пятое. Настолько наш мозг не хочет работать, настолько он не хочет вообще что-то учить и чем-то заниматься. Да, но так как у меня покушать приготовлено, на работу мне не надо. Надо продуктивно провести этот день. Пока муж не пришел с работы, я даже не знала, сколько он при этом поставил расписание. Потому что у моего мужа разный график. У него не так, что с 8 до 5. Или там вот как, например, может быть смена там с 8 до 3, или там с 3 до 9. Нет, у него может быть смена там, не знаю, например, с 9 до, ну 8 часов, если посчитать, там или 7. С 9, там, например, до 5. Или, например, с 2 до 11. И не целую неделю так. То есть у него получается каждый раз разная смена. Вот. С одной стороны это прикольно, наверное. Но с другой стороны, наверное, и нет. И у него так еще часто бывает, что он работает, у него тоже выходные не попадают, там, суббота, воскресенье. У него часто выходные среди недели. И даже бывает такое, что вот раз в месяц он работает 7 дней подряд, и потом ему дают 4 дня выходных. Так что вот, сейчас будут у него выходные, 4 дня выходных. У нас сломалась машина. Я вчера ему такая говорю, поедем, поедим. Вкусный там вот ресторан мне посоветовали. А он говорит, никуда не поедем. У нас сломана машина. Он сейчас ездит на машине на работу, ездит на машине. Родители взял временно. Вот. А мы так свою еще не починили, потому что запись была на 2 недели вперед. Наша стоит на прикоре. Он говорит, я на выходные отдаю машину родителям, чтобы они могли тоже куда-то поехать. Я такая говорю, ну понятно. Говорю, значит пойдем по ла-лагуне пешком гулять. Раз мы никуда не поедем, значит остаемся дома. Не знаю, чем будем заниматься эти выходные, 4 дня. Надо придумать какую-то программу. Потому что дома мне что-то сеять тоже не хочется. Говорю, что подумаем, может на автобусе куда скатаемся. Пешком будем ходить по городу, по ла-лагуне. Все, короче, перестаю болтать и буду заниматься делом. Так, прошло 40 минут после того, как я вам обещала, как я вам обещала заниматься испанским языком. Вот тогда я позависала еще на ютубчике. И проголодалась. Да. Теперь насрочно поесть. Время без 20 часов. На завтрак. Высок это было? В 10. В 10 я завтракала блинами. Съела 2 блина с йогуртом. Вот так помазала йогурт. И банан. 2 блина съела. Собиралась на работу. Сделала зарядку. Не для шеи. Обычно зарядку сделала. Думаю, пускай немножко хоть мимфа. Растечется по телу. Вот. И все. И, говорится, надо покушать, попить. Водички сходить в туалет. А вы только за руки не садиться. У кого есть маленькие дети, школьники меня поймут. Так вот. Надо мне поесть. Я вчера это переложила со сковородки свои спагетти. Я открываю холодильник. И такая, не понимаю, что такое происходит. Смотрите. Смотрите. Открываю холодильник. Не верю своим глазам. Думаю, а что это кастрюля вот эта стоит? Думаю, что это за кастрюля? У меня совсем вылетела с головы. Ну просто вообще амнезия. Вот мои спагетти я переложила в кастрюльку. Чтоб они сохли. Здесь у меня блины, пицца. Там еще сыр. Короче, все в кучу поставила. Здесь у меня морковка и виноград. И кабачок. И сейчас посмотрите, что в этой кастрюле. Я реально, я минуту две смотрела, не понимала. Горошек. Я что-то решила, что мы его доели. Просто я мужу сделала пол порции, он не захотел. И вот у меня еще остался. Так что тут чуть-чуть этого горошка. Я сейчас его поем, перебью аппетит. А потом на ужин. А уже часов 5-6 поем спагетти. Чтоб нам ничего не наедаться, поем спагетти свои с мясом. Так что да. А потом сажусь в испанский язык. Перебью сейчас. Так сказать, голод утолю. И буду заниматься. Клятвенно обещаю. Как говорится, кошка не дремлет. Дай пойду поищу, где она есть. На своей кровати ее нету. Я там целые две кровати. Ни на одну нету. Думаю, так точно в моей постели. Помните, вчера я ее не пускала в кровать. Сегодня у меня день лентяя. Да, и такое у меня бывает. День лентяя. Мои шорты валяются. Постель. Думаю, точно где-то здесь. Зарылась. Или вот здесь. Или вот здесь. И дотронулась здесь. Аж подпрыгнула. Аж подпрыгнула. Я так дотронулась. Я уже ее погладила. И побежала за камерой поснимать. Вот. Вот мое счастье. Вот и моя радость. Да? Классно тебе тут под одеялком спать тепленько. Скажи, вчера не пустила меня. Так я сегодня зато прибежала втихаря и прилегла. Молодец ты моя. Спи, отдыхай. Накрой тебя. Она любит вот так залезть под постельку, под простынку, под одеялко. И так спит. А вообще, как я успела сказать, у меня сегодня день лентяя. Я проговорила три часа с подружкой своей, с одноклассницей из Турции. Мы с ней, наверное, полтора года точно не общались. Вот. Она мне позвонила на Пасху. Но так как я ехала на работу, в транспорте не слышно. Я говорю, хорошо, я тебе потом перезвоню. Потом, потом. И время приходит, и я понимаю, что я не выполнила свои обещания. Думаю, надо человеку позвонить и обязательно поговорить. Так что вот получилось, что у меня было время, у неё было время. Мы в итоге пообщались. И потом ещё два часа я поговорила со своей подписчицей Валерией. Валерия, привет! Очень был у нас интересный, увлекательный разговор. Так что да, я себя провела в день в переговорах. За испанский так и не села. Сейчас по попе ата-та получит кто-то. Ира получит ата-та. Я два раза поела. Я поела оливье. Потом я поела макароны свои. Вот. И сейчас, может, попью чай уже 7 вечера. Но, смотрите, муж с работы. Уже на ночь не буду. Я сейчас что-нибудь лёгкое съем, перекушу. И да, перед тем, как садиться есть, у меня вот каждый раз... Думаю, сейчас сяду за испанский. И такая, думаю, нет, пойду поем. И когда я поем, мне уже, естественно, не хочется ничего делать. Так что нет, сейчас я сяду за испанский. Хоть прочитаю две страницы, а потом я поем. Калятвина, обещаю. Да, и на улицу только не вышло. Были временами такие хорошие солнечные моменты. Но так как я болтала по телефону, я уже думаю, ладно, буду дома. Завтра пойду на работу. И после работы зайду в бассейн. Я думала, специально сейчас пойду в бассейн. Потом думаю, нет, что не хочется. Какая-то погода то облачная, то солнечная. Ну ладно, завтра. Завтра обязательно я дойду сюда, до бассейна. Калятвина, обещаю. А еще здесь у меня летает птичка. Видите? На дереве. Прилетела птичка-синичка. Ой, какая-то красивая какая. Была вообще вот здесь вот так рядом. Но пока я за телефоном пошла, она улетела. Красота какая. Своё личное дерево с личной птичкой. Ой, красотка. Такая маленькая. Чик-чик-чик-чик. Все, улетела. Смотрите, а эта не встает. Обычно, если ее потрогаешь, она встает. А тут даже и не пытается. Вот уже с третьей попытки только. И уже не нравится. Вот сейчас трогала, уже хотела грызнуть меня. Пока лежала, то могла ее потрогать. Че, тебя мы полу разбудили? Не дали тебе полежать? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Смотрите, что я в итоге себе зафигачила. Зафигачила молочный коктейль. Видите? С тем последним бананом, что у меня оставался. И добавила немножко еще клубничного мороженого. И вот такая вкусняшка у меня получилась. Решила не пить чай, а сделать молочный коктейль. Все, я буду пировать. И грамматика из испанского языка. Хоть две страницы. Смотрите, как я ко мне пришел. Пришла помогать мне учить. Да, был? Я, кстати, уже пять страниц пролистала. Вот такая легкая грамматика. Ну, повторение мать учения. Конечно, все не запомнить. Но освежить в памяти тоже иногда нужно. Так что сижу, считая грамматику. Пришел муж с работы. Сейчас буду его кормить ужином. На ампул. Пока сидим балдеем. Попыталась с ней поиграться. Она шипит. Ах, не умеет играться в ампулу, да? Слушайте, какой-то этот неудачный шампунь. Мюрка Доновский. Я как-то его показывала. Вчера такой помыла голову. Жирная голова. Завтра встрепляется мыть голову. Потому что у меня уже сосудки. Только вчера голову помыла. Ё-моё. Мне вот дав лучше всего. На два дня мне хватает. Так волосы не жирнятся. И сегодня какой-то такой ленивый день. Но я занялась немножко грамматикой. Еще позанимаюсь. И пришла в спальню. Буду монтировать влог. Муж пока смотрит новости. Я новости не смотрю. Так что быстренько сейчас скину видео. Начну монтировать влог. Всем большое спасибо, что были вместе со мной. Что смотрите мой канал. Что поддерживает меня лайками и комментариями. Что подписываетесь на мой канал. Всех обнимаю и целую. Всем желаю всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.